Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие партнеры. Да, партнеры, потому что все, кто вместе со мной слушает эти уроки, они, наверное, стараются как-то в этой жизни чуть-чуть что-то сделать. А если мы вместе что-то делаем, значит мы партнеры. И вот нам, дорогие партнеры, осталось буквально несколько шагов. Вот этот сегодняшний день, потом воскресенье, и мы стоим с вами на Великом Суде. В мире очень сложная ситуация, в душе не всегда все спокойно. Нам нужна духовная вакцинация. Пророк Иеремия описывает, как Бог пытается утешить праматерь Рахелин, говорит, перестань плакать и вытри слезы. Ибо есть надежда на будущее. Твои дети вернутся домой. Вот нам нужна теперь, самое главное, это надежда. Нам тоже нужна дождь засвета такого, чтобы бороться с тьмой. Мы осознаем, что не можем всегда контролировать какие-то, ну, может даже большую часть того, что происходит вокруг нас. Но мы можем сделать выбор в пользу жизни с надеждой. Вот как перейти от безнадежности к надежде, очень много описывается в наших книгах. В двух словах, да? Первое написано, что надо перестать чувствовать себя застрявшим вот в зыбучих песках негатива и отчаяния. Надо принять решение, сделать осознанное усилие, чтобы излучать позитив. Улыбаться. Надо сменить мышление. Надо посмотреть, как вы справляетесь с внешними нагрузками, со стрессом. Как только вы видите, что заходите на территорию нытья о том, что все плохо, что остановитесь. Сразу стоять. Замените отрицательное на положительное. Не представляете никогда в голове худших сценариев. Вот так все это произойдет, это будет. Замените отрицательное на положительное. Исключите токсичное выражение, там, я больше не могу, это я схожу с ума, это какое-то безумие. Убрать надо. Такая, ну вот, вербализация приводит нас в плохое состояние и загрязняет атмосферу всякими эмоциональными токсинами. Вместо слов я не могу, скажи, что это сложно, но я справлюсь. Используйте такой арсенал обязательных слов все время. Все будет хорошо, справимся, у нас все получится. Надо распространять позитив. Надо найти небольшие очаги мира, от чего вы получаете удовольствие. Может быть, это чашка чая, может быть, общение с друзьями, может быть, просмотр какого-то любимого фильма. И закрепить это. Надо смотреть вперед. Когда мы все, что мы видим, это темнота сегодняшнего дня, мы живем с очень ограниченной линзой. И это тоже пройдет замечательный пример еврейской мудрости от царя Соломона. Ничто не длится вечно. Ни хорошее, ни плохое. Когда это закончится, надо подумать, как вы планируете свою жизнь. Надо закреплять мечты. Если вы видите, что вообще не можете найти ничего положительного, то надо срочно сесть и подумать, как такое может быть. В мире есть божественный план, мы его просто не видим. Пока есть жизнь, есть надежда. Вообще, обыкновение злого, начало, вот яму, в которую человек проваливается, ее углублять. Вначале человек хочет как-то в жизни удовлетворить материальные запросы, добиться какой-то прогресса в бизнесе, в работе. Ему кажется, что он контролирует свои желания. Вскоре оказывается, что он находится в яме, из которой не может выбраться. Есть такая короткая притча. Один человек шел по проселочной дороге, увидел монету, там, 10 шекелей. Он наклонился, там, а там записка. Взял ее, копнешь, найдешь 50. Ну, он обрадовался, начал копать, копал, копал, нашел, рядом записка, копай дальше, будет 100. На метр ниже. Начал копать, он копал, нашел 100 шекелей с запиской. Написано, копай дальше, найдешь 1000. Он копал, нашел пачку денег, потом еще. В этот момент не было человека счастливее, да? Ну, как же так? За короткое время он стал богачом. Докопал, потом рядом уже нет, есть деньги, нет записки. Ну, решил, что устав от раскопок, надо наконец вернуться домой. И тут увидел, что деньги есть, а вот из глубокой ямы, в которую он вырыл, уже не выбраться. Это один из примеров. Смысл этой притчи очень простой. Злое начало влечет человека к тому, что сулит ему быстрое и сильное удовлетворение. Но последовав за тем, что не разрешено оно свое, так сказать, влечениями, человек понимает, что оказался во власти злого начала и находится в глубокой яме, из которой очень тяжело выбраться. Необходимо проверять, к чему могут привести наши действия. Как сказано в знаменитом субботнем гимне Леха Доди, что написано, результат действия заложен в первоначальном замысле. Знаете, один любимый прихожан Амировин вспоминал, как в детстве он играл с другими детьми. И когда он сбирался вверх по лестнице, то все, кроме будущего Аравина, боялись подниматься очень высоко. И позднее дедушка спросил его, почему ты не боялся лезть выше других? И он ответил, потому что они, поднимаясь наверх, смотрели вниз. Они видели, как высоко забрались, и поэтому пугались. Я же, поднимаясь, смотрел наверх, на свою цель. Мне казалось, что я нахожусь еще низко, и это побуждало меня продолжать восхождение. Все, все. Мы сейчас в двух шагах от Шабата и в трех от Рошашанал. Брахава от Слаха, хорошего Шабата, хорошей подготовки к Новому году. Я всех вас очень люблю.